С мая этого года неравнодушные шимкенцы борются за жизнь трехлетней девочки Виолы Балан. Ее мама обратилась за помощью к волонтерам, СМИ, благотворительным фондам, предпринимателям, бизнесменам. Никто не остался равнодушен. Люди сплотились в одно целое. До сих пор идет активная работа по сбору средств, необходимых на операцию ребенку. Девочка сейчас находится в больнице. Ее состояние вызывает все большее опасение медиков. С каждым днем маленькая Виола слабеет. Еще в начале этого месяца ситуация была намного лучше. Управление здравоохранения этот вопрос рассматривается. И сегодня подано ходатайство в Министерство здравоохранения в рабочей группе о рассмотрении данного случая и предоставлении возможности ребенка пролечиться в условиях зарубежных клиник. И мы к этому прикладываем все усилия и надеемся, что это будет возможным. На сегодняшний день состояние ребенка остается тяжелым, но относительно стабильным. Сеть кофейн Мадлен организовала для самых маленьких жителей и гостей Шимкента незабываемые вечера для малышей. Все собранные деньги сразу переводились для помощи больной девочке. Молодежь Шимкента тоже не осталась в стороне, а активно делает рассылки в социальных сетях, собирая денежные средства, выезжая в город с боксами для благотворительной помощи, а также устраивает выставки, ярмарки, концерты и все это, чтобы спасти жизнь Виолы. В областном русском драматическом театре прошел концерт, в котором приняли участие лучшие танцоры города. Седьмой континент, шоу-балет «Атлас», «Бетаны», «Мирам», студия танца «Роза», танцевальная студия «Смальники», а также лучшие музыканты и певцы города Шимкента. История очень близко коснулась лично моего сердца. И мой коллега Андрей Югай, мы два дня ходили, все наши разговоры возвращались к Виоле, когда я с ним поделилась. Ну и просто в какой-то момент мы решили, все, мы занимаемся этим ребенком, мы хотим помочь. У нас очень много детей занимается, у которых есть родители, у родителей есть друзья, знакомые, которые делали просто колоссальную рассылку. У нас телефон просто кипел от того, что постоянно кто-то писал, кто-то просил установить боксы, кто-то звонил совсем, вы знаете, с разных точек нашего города. Просто мы добились того, что люди узнали о Виоле. Это, наверное, самая главная наша миссия. И тогда еще мы решили, что да, пусть немного времени, но мы за эти полторы-две недели сделаем концерт, все средства от которого пойдут 100% для девочки. В холле театра были расположены боксы благотворительного фонда. Желающих помочь девочке было очень много. Нашу съемочную группу удивила 8-летняя Диана, которая рассказала, что очень хочет помочь Виоле, и для этого решила отстричь и продать свои длинные волосы, а полученные деньги отдать на лечение Виолы Балан. Виоле на операцию требуется 108 тысяч евро. На сегодняшний день собрано всего 17 968 350 тенге. Осталось собрать 21 650 100 тенге. Помощь все еще нужна. В нашем городе оказалось много людей, которые просто и бескорыстно помогают нуждающимся. Это еще раз доказывает, что Шенкен – город неравнодушных людей, на которых можно положиться во всем. Субтитры создавал DimaTorzok